Друзья, всем привет! Сегодня продолжаем усовершенствование моей помоечной пушки-гонки. Речь пойдет об автомобиле Skoda Octavia A7 с двигателем 1.6 MPI, 110 л.с. в стоке. Сегодня попробуем устранить две проблемы. С одной стороны, измельчат катализаторы, с другой стороны, подготовиться к тунингу, назовем его Stage 2 для атмосферника, если такое может вообще быть. Итак, задача на сегодня подготовиться к заливке без скатовой прошивки на Euro 2 и прошить машину на 125 лошадей. Началось все тупо с того, что у меня начала появляться ошибка по катализатору. Я думал, что, ну, как бы, очень все это подозрительно, потому что 90 тысяч пробега, с чего вдруг умереть Кату. Но выяснил, что предыдущий хозяин, несмотря на то, что пробег, честно подтвержден дилером, эксплуатировал машину иногда, как он выразился, на 92-м бензине. Ну, короче, понятно, что он ездил только на 92-м. Кат действительно умер, потому что, когда я снял трассу от коллектора до основного глушителя, и оттуда осталось, не осталось, посыпались серебряшки, то есть посыпались продукты износа катализатора. Сейчас мы, когда его разберем, мы в этом убедимся. Для того, чтобы грамотно, опять-таки подчеркиваю, мы делаем все не самым дешевым образом, грамотно, чтобы сделать и забыть. Избавиться от обоих катов нам понадобится стронгер. Я выбрал Форт Луфт, номер сейчас добавлю. Почему Форт Луфт? Потому что, с одной стороны, китаец, но, с другой стороны, не фуфло. То есть, у него сделана и чешуя сделана, и он такой увесистый, за чешуей видна термозвуковая вот эта вот изоляция. Теплоизоляция, звуковая изоляция. То есть, мне еще важно, чтобы машина не гудела, не бубнела, как пацанский перкаток. А вместо кат-коллектора будем ставить пламегаситель, тоже Форт Луфт. Номер сейчас укажу. Понадобится обязательно новая прокладка кат-коллектора, вот сюда, который устанавливается. И, как выяснилось, обязательно понадобится, не стоит экономить на хомуте крепление магистрали. Потому что, я думал, что на хомуте хотя бы сэкономлю. Типа, ну, что такое 90 пробегов, он все почти новое, блестящее. Но болты превратились в полный гашиш, пришлось его пилить, ломать. Хомут тоже понадобится. И так, сейчас приступаем к расчленению. Друзья, смотрите, снял верхнюю часть коллектора, отпилил, предварительно сделав размятку, чтобы знать, под каким углом собирать. Вот я уже немножко подразрушил первый катализатор. Очень интересно, внешне он был вообще прям красивый-красивый. Даже вот здесь сейчас видно на камеру, что он просвечивает, но имел безумное оплавление в конце ката. То есть, температура в конце была очень высокой. И то же самое срезал второй кат. Еще его не разбирался, чуть попозже его вместе вскроем. И здесь вот такая же история. С одной стороны, сейчас на свет попробую показать. Он абсолютно прозрачный, то есть, ну, все соты просматриваются, но есть адское оплавление. Вот до чего доводит двигатель 1.6 МПА на Шкоде Октавии А7 92-й бензин. Так что сейчас мы все эти огрызки удаляем. Так, вот таким образом варен стронгер вместо второго катализатора. Так вот варил пламегаситель. Тут красота, сами понимаете, не первостепенно, лишь бы жестко было. Вот, скрыл второй катализатор. Таким вот образом он выглядит. То есть, та же история. Сонт это, по сути, насквозь прозрачный, но есть жесткие оплавления. То есть, ну, стреляла вспышка или что такое, вот, частично было. Вот это все и приговорило катализатором. Такая вот кракозябра у нас получилась. Не забываем при заварке стронгера соблюдать направленность, куда показывает стрелочка, туда должны выходить выхлопные газы, чтобы создавалось противодавление, подпор так называемый. Вот, здесь еще сделал такую врезку небольшую, чтобы усилить пламегаситель, чтобы он не болтыхался внутри бывшего катализатора. Что видел очень много видосов, как красиво хирургическим швом обваривают верхнюю крышку, а внутри он, ну, болтыхается. То есть, со временем, от вибрации, от перегревов, температурных перепадов, чтобы это все не шаталось, вырезал здесь еще кусок корпуса, его проварил изнутри и заварил обратно. Ну, а здесь можно было поупендриваться с красивым швом, потому что здесь, собственно, приварить кусок трубы особого ума не надо. Сейчас будем инсталлировать.